здравствуйте коллеги с вами саков роман компания адмиралс и рад всех приветствовать на нашем видео сегодня понедельник поэтому мы как всегда обсудим а то как прошла неделя предыдущая обсудим публикации данных по количеству созданных мест рабочих мест не сельского хозяйства а данные вышли неоднозначными также у нас стартует новый сезон отчетов мы поговорим что от него мы можем ждать ну и в целом мы видим что у нас тенденция пока нисходящая по ключевым индексом продолжается и насколько глубоко она может уйти об этом мы поговорим сегодня но прежде чем начнем не забудьте поставить лайк этому видео если она вам нравится и вопросы как всегда оставляйте дня в комментариях а итак начнем из пожалуй самого значимого события прошлой недели это публикация на данных по рынку труда которые были опубликованы как раз на прошлой неделе в пятницу с одной стороны они вышли неоднозначными меня было добавлено 194 тысячи рабочих мест против ожидания в полмиллиона в целом мы видим да что новые рабочие места стали добавляться гораздо медленнее но оно и понятно после марта апреля двадцатого года то есть когда мы видели меня тот скачок по рабочим местам да то есть по падению особенно в апреле да то есть мы с этих уровней уже фактически восстановились потому что пока безработица уровень безработицы находится на уровне 48 процента против пяти целых одного процента который меня ожидалось фактически те до кризис на уровне которые были мы вплотную к ним приближаемся это уровень 36 до 38 то есть я значение которые мы видели в девятнадцатом году но тем не менее пока мы еще от них достаточно далеки в этом связи с точки зрения того почему такие данные вышли ну собственно хуже чем ожидалось но потому что уже те рабочие места которые нужно было собственно восстановить то есть они уже были восстановлены соответственно в этой связи вероятность снижения начало сокращения куи а со стороны фрс она мне безусловно становится все более очевидно и это для рынке первую очередь беспокоит опять же есть посмотреть на индекс страха который на прошлой неделе немного скорректировался опять мы падали ниже области 20 то есть это такой приемлемый уровень когда скажем так это значение но было благоприятно для фондового рынка именно с точки зрения ожидания роста но сейчас опять подрастают и неделя у нас открывается с негативной но с точки зрения данного индикатора зоны а также если мы посмотрим пока мы потом более детально разберем индексы снг 500 но сейчас если мы посмотрим на такой общую картину до которой сейчас сохраняется то пока у нас нисходящий тренд я удерживается уже ну фактически третий месяц подряд и пока данное снижение она меня продолжается также что еще у нас из важного то есть сейчас но опять же если резюмирую эту ситуацию который сейчас на рынке происходит то есть она не сильно ушла от того что мы обсуждали на прошлой неделе но а вот с точки зрения прихода новых денег да то есть деньги становятся дороже потому что подскочили также и десятилетние облигации то есть сейчас они находятся уже на уровне 1 и 6 процента и эти все факторы они влияют ну собственно негативно на продолжение роста фондового рынка поэтому такого же отскока который мы наблюдали фактически последний год по индексам снг 500 после тех коррекций которые были сейчас мы его уже не видим да уже нет того ресурса чтобы двигаться дальше и с точки зрения сезона отчетов который стартует на этой неделе мы можем ожидать что он вероятно будет хуже чем отчет предыдущий да за соответственно третий квартал ожидаемый доход может составить 27 и 6 процентов для индекса снг 500 и увеличение цены да на порядка 15 процентов ожидают аналитики на по индексу снг 500 в следующие 12 месяцев но с учетом той коррекции который сейчас мы уже видим то есть нужно сначала восстановиться с тех с тех максимум которые мы видели летом и собственно дальше уже просто он может продолжить то есть это перспективы на 12 месяцев которые в принципе такие могут оказаться но коррекция на рынке также может последовать более глубокая а теперь с точки зрения событий которые у нас на этой неделе в сша и в канаде сегодня выходные а во вторник из важных событий это решение розничной продажи так это по на по новозеландии в принципе изменяя числа заявок на пособие по безработице в великобритании да здесь ожидается прирост также индекс экономических настроений выйдет по германии это будет во вторник и число открытых вакансий на рынке труда это публикация произойдет по сша здесь с предыдущего значения в 10 миллионов ну практически 11 миллионов вакансий до который открыто здесь ожидается прирост до 11 миллионов 259 тысяч по в среду здесь выйдут данные по великобритании выйдет ввп по месячный и по квартальный в четверг будет опубликованы данные по запасам нефти да сейчас мы видим что нефть опять бьют новые рекорды и собственно с одной стороны не самые благоприятные погодные условия на текущий момент на это влияют и восполняемый запасов она тоже находится сейчас на минимальных уровнях поэтому принципе по нефти мы не можем пока видим все факторы на то что нефть может продолжить расти идти на новую максимуму ну и в пятницу выйдут розничные продажи по месячный индекс а собственно теперь давайте посмотрим что у нас происходит по ключевым активам и как раз в пятницу мы видели опять повышена волатильность но свете публикации как раз но он параллс в этой связи евро доллар до продолжает свое падение мы говорили о том что выбирать нам будем можем ожидать отскок в районе 116 день 1550 а сейчас подобный отскок он формируется но в целом мы видим что у нас тренд нисходящего он сохраняется и следующей цели по снижению это уровень 1450 то есть порядка еще одной фигуры мы можем вниз сходить с точки зрения часового таймфрейма меня если посмотреть опять же то что мы видели в пятницу до были попытки закрепиться выше максимум который были сформированы в четверг сейчас мы торгуемся ниже на уровне и ну чуть ниже уровне закрытия для пятницы поэтому здесь еще может быть еще один рывок вниз поэтому здесь нужно быть также по этой валютной паре аккуратным и то же самое по британской валюте тот провал который мы видели в сентябре но фактически пробой области поддержки которые мы видели в июле в августе в сентябре он состоялся сейчас я была коррекция после которой мы вновь можем увидеть на продолжение нисходящей формации поэтому здесь я бы для себя отмечал пока а нисходящий тренд как у меня приоритетный на текущий момент исходя из той ситуации которую мы видим а по паре американский доллар канадский доллар здесь мы переписали минимум который мы видели в сентябре да здесь я для себя также рассматриваю возможности входа на покупку но фактически здесь падали мы без коррекции поэтому здесь ориентир был да но какого-то подтверждения для входа здесь не было собственно сейчас мы провалились к следующей уже области поддержки те меня цены которые мы видели в июле от отметка 12462 пробой данного уровня также откроет дорогу дальше на снижение на 122 12250 122 ровно да то есть если мы увидим данный на перезаход то собственно данное снижение здесь может продолжить в целом а если говорить о том тренде который сейчас сохраняется то это тренд нисходящий поэтому безусловно искать продажи здесь является более разумным но краткосрочные коррекции все равно здесь тоже могут формироваться а по паре американский доллар японская иена не смогли закрепиться ниже отметки 101 71 который уровень который мы отмечали ранее собственно сейчас пара американский доллар японская иена штурпует новый локальный максимум подходим к области сопротивления на 113 70 и фактически рост здесь продолжается опять же если говорить о продажах то здесь тоже нужно быть аккуратным потому что тренд у нас восходящий соответственно на коррекциях разуме также эту на валютную пару подбирать именно в рост пока у нас тренд сохраняется восходящий а по паре австралийский доллар американский доллар здесь сценарий реализуется здесь мы не увидели обновление минимальной значения которые мы видели в августе с тех уровней конца сентября который мы тоже рассматривали на предыдущем видео возобновляется рост и пока здесь общая если опять же мы смотрим на дневной таймфрейм пока сохраняется тенденция нисходящая если говорить о смене тренда да то здесь нам нужно увидеть перехай как раз сентябрьских максимум которые вы видели и та же самая ситуация у нас фактически по новозеландцу здесь также мы не смогли пройти ниже минимум который мы видели в августе сейчас немножко подрастает данная валютная паре но все-таки пока давление идет непосредственно у продавцов поэтому основной тренда то есть сценарий здесь я бы тоже для себя рассмотрю как нисходящий золото а золото продолжает торговаться в таком боковике а собственно сейчас мы торгуемся вновь у области ну на текущем это уже поддержки тысяча пятьдесят пять долларов за тройскую унцию а в пятницу попытались уйти выше данного ценового уровня но мы видим что пока настрой покупателей не был оправдан и сегодня уже на только зрение часового таймфрейма если мы увидим перелом как раз минимальные значения которые были пятницу то в этом случае может открыться на еще одна волна снижения уже на 1700 долларов за тройскую унцию соответственно например если вы планировали себя покупать акции золотодобывающей компании то вероятно можно найти будет более оптимальные уровни когда золото будет там по 1700 может быть еще чуть ниже то есть пока я золото смотрит больше на понижение но с другой стороны с ростом как раз инфляции почему в принципе имеет смысл до набирать позицию из золотодобывающей компании к примеру да если не инвестировать в текущий момент именно в золото то с ростом до инфляции золото как раз может здесь выйти неплохим бенефициаром как раз роста инфляции а по индексам собственно картина на достаточно похоже на по всем индексом индекс дакс на прошлой неделе пока смог я проколоть ну в данном случае не смогли мы закрепить ниже минимум в котором мы видели в июле мы пока этот уровень прокололи но сегодня уже с открытия рынка мы видим то что цена обновила минимум который был сформирован в пятницу поэтому вполне вероятно что ближайшие несколько дней мы также можем видеть коллекцию и по ключевому индексу на германии а то же самое актуально и для индекс s&p 500 мы пока видим что тенденция нисходящий у нас здесь сохраняется даже если провести бананную простую линию тренда то у нас здесь область сопротивления находится на уровне 4430 долларов по индексу s&p 500 если мы сможем увидеть переход данного уровня тогда вероятность возврата уже в восходящую формацию она может быть но в целом при сохранении нисходящего тренда мы можем сходить на 4 200 оттуда уже рост может и меня продолжить то здесь тоже нужно быть пока аккуратно мы уже видим что те провал до которые были от месяца к месяцу до который мы фактически видели каждый месяц а их не так быстро уже откупили то есть уже скажем так запаса недостаточно но в этой связи а нефть продолжает штурмовать новые максимумы собственно сейчас мы уже торгуемся по 84 50 и вполне вероятно что до уровня 89 90 нефть может дорасти но опять же впрыгивать сейчас в пояс который уже набрал хода от который уже для максимально активно движется наверное не самое разумное то есть если смотреть те активы которые связаны там непосредственно с нефть возможно другие валюты и здесь пока да тенденция у нас сохраняется восходящая ну и если мы взглянем на ключевой индекс индекс долл джонс тоже повторять ситуацию с индексом snb 500 пока мы не переписали максимум который мы видели в конце сентября пока с точки зрения часового ну и дневного таймфрейма пока тенденция здесь сохраняется нисходящий ну и то же самое по индексу nasdaq но как мы все мы с вами видели обсуждали на прошлом видео ключевые компании да то есть технологичные компании которые фактически давали тот драйвер роста который мы видели по индексам последний год они достаточно сильно сейчас проседают и возможно тоже неплохое время для того чтобы эти акции добавить свой портфель если опять же резюмирую данную ситуацию ну и наверное да пару слов по акции китайские компании мы видим то что происходит сейчас отскок и с одной стороны были новости о некотором потеплении отношений сша и китая об этом сообщаю сообщалось как раз на прошлой неделе поэтому мы видели именно отскок по alibaba ну и по другим китайских компаний до технологичным компании которые были поэтому здесь принципе также ну такие позитивные небольшие нотки сейчас просматриваются да в целом в целом волатильность повышается да у нас мы входим фазу активных активного сезона это осень и соответственно 1 1 месяца зимы где волатильность может довольно таки большой возможно появится ситуация повторения там 2018 года когда мы видели коррекцию на порядка 18 процентов это вполне может произойти вопрос дальше как уже эту ситуацию использовать ну а мы об этом продолжим говорить дальше всем спасибо за внимание не забудьте поставить лайк этому видео если вам понравилось вопросы как всегда оставляйте в комментариях но мы с вами увидимся через неделю и посмотрим как у нас ведут себя рынки и на какие ситуации важно обратить внимание всем спасибо за внимание и до свидания